Йоу, всем привет, с вами Сэм Уинслоу, и на очереди очередной разбор моего кавера, на этот раз это песня Swan Song группы Kublai Han, надеюсь я правильно произнес это название. И этот микс примечательный тем, что я не сильно запарился над обработками, и не потому что некоторые из вас в комментариях пишут, что я использую слишком много плагинов, на это мне абсолютно наплевать, а потому что микс этого просто не требовал. Единственное, над чем я реально запарился, это над звуком гитар, очень много лейеринга, и я думаю это наиболее интересный момент в данном разборе, так что оставайтесь с нами, смотрите разбор, и мы узнаем как из такого исходного результата. Получить вот такой микс Ну а для тех, кто любит своими собственными ручками крутить крутилочки в плагинах, переходите на мой Boosty, там вы найдете проект этого микса, сможете его открыть у себя и посмотреть собственными глазами. На этом вступительная часть заканчивается, давайте переходить к проекту. Во-первых, ничего не изменилось, я все так же использую GD Invasion в качестве основных сэмплов ударных, все остается так, как и было всегда. Также за бас у меня, как всегда, отвечает юменский бэйс. Тут тоже абсолютно никаких изменений. Давайте начнем, наверное, сразу с гитар. Гитары в оригинале, я уверен, снимались с живого усилителя, с живого каба, потому как они имеют такой характерный резонанс кабинета, который, к сожалению, пока что не совсем мне, по крайней мере, удается воплотить в эмуляторах усилителей, поэтому приходится городить много всяких блендов, чтобы хоть как-то приблизиться к этому результату. Но что-то похожее получилось сделать, и давайте посмотрим, как я этого добился. Давайте, во-первых, послушаем сразу гитары. Ну вот такие хардкорные, прикольные гитары. Давайте смотреть, что я сделал. Во-первых, что вы можете сразу видеть, это куча гитарных треков. В этом камере гитары я записал квадротреком, несмотря на то, что вы видите 4 пары гитар. Здесь, на самом деле, сыграны 2 пары гитар. Давайте в этом убедимся. Увидим, что вот эти 2 пары гитар, они идентичны. То есть я сыграл эту пару гитар в подгруппе Rhythm Orange и скопировал их в подгруппу Rhythm Mesa. И вот эти 2 пары гитар тоже идентичны. То есть я сыграл пару гитар в Rhythm Mesa и скопировал их на гитарный рум. Давайте зафиксируем. В этом треке я сыграл квадротрек. Теперь давайте перейдем к тону. Во-первых, основу тона Rhythm Guitar составляют тон Rhythm Orange и Rhythm Mesa. За все это отвечает Estelton Hub. Здесь у меня пресет от Эрика Рона. Это Orange Dark Terror. Давайте послушаем, как он звучит отдельно. Такой зернистый прикольный звук. Из обработок здесь я продавил жестко середину и убрал весь харш наверху. Давайте послушаем без эквализации. Слышим, что была куча нижней середины, много мути. И харш, соответственно, пока у нас есть муть в нижней середине, его не так слышно. Но как только мы избавляемся от всего бубнижа, харш сразу не лазит. Убираем его. Получаем такой тон. Давайте посмотрим теперь на ритм MLC. Давайте сравним его с ритмом Orange. Подмечаем, что этот тон звучит более высокочастотно. Такой приятный песочек наверху. Это у нас был MLC Sub-Zero 5 из пака Will Patney 20 на 10. Давайте послушаем, как он звучал изначально без эквализации. Ну и вот здесь, таким образом, я зашепил тон этого инструмента, чтобы он лучше сочетался с другими гитарами. Давайте послушаем в контексте с ритмом Orange, например. Ну и слышим, что без эквализации он слишком доминировал. Опять же, есть проблема в нижней середине. Резонанс в середине. Ну и классический харш наверху. Ну и слышим, что эти два тона прекрасно дополняют друг друга, потому что ритм Orange сам по себе без MLC. Ему не хватает песочка наверху. А ритм MLC сам по себе. Ему не хватает середины. Воспринимается все это слишком абразивно, поэтому в сочетании друг с другом получается идеальный бленд. Ну и тут в игру вступает третий том. Это ритм MLC. Давайте послушаем в контексте. И слышим, что мезо добавляет нам такого тропного рыка. И это на самом деле тоже важная часть сигнала гитар. Давайте послушаем отдельно. Ну и слышим, что сам по себе звук, естественно, не может быть использован в качестве основного тона гитар. Но он делает именно то, что нужно. Немножко подмешиваем в бленд к остальным гитарам. И все становится просто зашибись. Здесь я использовал опять же Steel Tone Hub. Это пак от Джейсона Асукофа. Отличный пак, всем рекомендую. И это, как вы уже догадались, мезо дуэл рептифайр через мезо с KSG Cup. Давайте послушаем, как это все звучало до эквализации. Ну, слышим, прям так вот ровно звучало. Сделал я тут совсем немного. Опять же, продавил нижнюю середину-середину, чтобы она в общем миксе всех гитар не вылазила. И добавил еще немного песка наверху. Давайте послушаем все три гитары опять-таки вместе. Ну, видим, что именно все три гитары вместе работают идеально. Когда что-то отключаешь, получается чувство, что что-то потерялось. Основу все-таки, я бы сказал, что здесь задает это, естественно, ритм Orange. Второе место в этом бленде занимает MLC, добавляет песка. И мезо все это как бы снизу так чуть-чуть подпирает, чтобы все это звучало утробно. Но у нас еще есть четвертая пара гитар. И это не совсем гитары. Это Room Guitar. Давайте послушаем. Здесь просто таким образом я решил симулировать Room. Я бы мог, конечно, закинуть все это в посыл. И на посыл поставить Reverb. Но я почему-то решил просто сделать новую пару гитар. И накинуть на него Alt-Reverb в 100% режиме микса. То есть, по сути, да, это просто Reverb гитар. Здесь я использовал Archetype 0. Просто закинул первое, что попалось под руку. Здесь я не использовал кабинет. По-моему, это даже дефолтные настройки. Давайте посмотрим. Да, видите, все ручки на 12. Это просто дефолтные пресеты Archetype 0. Здесь я только выключил секцию кабинета и постэффектов. В качестве каба я выбрал GDD Studio Cups. Далее на все это дело, как я уже сказал, накинул Alt-Reverb с импульсом железки AMS RMX16. И я все это дело проэквализировал. Срезал вверх-вниз и чуть-чуть добавил нижнюю середину, чтобы добавить эффекта такого, как будто бы низкие частоты кабинета резонируют в комнате. Таким образом, я пытался симулировать именно живую запись гитар с кабинета микрофоном в помещении. Давайте послушаем, как это все звучит вместе. Разница, возможно, будет не так заметна на первый взгляд, но она реально есть. С гитаром у нас появляется некое пространство, 3D-шность, и все это звучит более живо. Да, теперь посмотрим, что у нас на общей шине гитар. Здесь у нас эквализация. Избавляемся от резонанса в нижней середине. Внизу, чтобы басу не мешать. Дальше резонанс в середине. Харш наверху. Верхняя середина. И компенсируем немножко еще середину, добавляя. Дальше у нас идет мультибенд, который отвечает за палмюты. Чтоб наши гитары сильно не булькали во время палмютов. Дальше у нас идет Virtual Mix Rack. Здесь мы наваливаем сумасшедшее количество низа. 13 дБ на 100 Гц. Продавливаем еще середину. Верхнюю середину. И добавляем вверх. Дальше у нас идет еще эквализация. После того, как мы добавили низа, вылезли опять резонансы в нижней середине. Мы их подубрали. Дальше у нас идет компрессия. Эквализация. Здесь эквализация в режиме Mid Side. Мы убираем жестко Mid, чтобы расчистить дорогу нашему басу. Сразу небольшой дисклеймер. Это опасная техника. После этих манипуляций, скорее всего, в моно гитары наши пропадут. Давайте мы это и проверим. Мы слышим, что гитары еще немножко присутствует в моно, но в основном мы слышим бас. Давайте уберем этот эквалайзер. Вот как раз и гитары в этом области у нас появились. Для чего вообще я это делаю, это, конечно, дискуссионный вопрос. Люди в основном, конечно же, парятся насчет моносовместимости, чтобы в моно все звучало хорошо. Мне же, честно говоря, просто плевать. Потому что все зависит от конкретной ситуации. Конкретно здесь это мой личный кавер, это не клиентский микс. Поэтому я волен делать все, что я хочу. Также я уверен, что мои кавера вряд ли когда-либо будут слушаться на моноисточниках. Потому что даже на мобильных телефонах сейчас есть в основном стереоколонки. Bluetooth-калонки уже тоже, насколько я знаю, стерео. На радио этот кавер транслироваться не будет, в клубах играть он тоже не будет. Поэтому по совокупности с тех факторов я просто здесь откровенно плюю на моносовместимость. И хочу сделать максимально широкий микс. И чтобы мой бас наконец-то в моносоставляющей задышал. Поэтому здесь я взял на себя такую ответственность. И моносовместимости у этого микса нет никакой. Ну и кому от этого плохо? Никому. Двигаемся дальше. Decapitator. Техника, которую я в последнее время полюбил. Со времен микса Polaris and Human. Где я задистортил гитары. Мне это понравилось. И здесь я сделал то же самое. Как говорится, много дисторша не бывает. И здесь мы еще дополнительно раздвигаем наши гитары, чтобы они уже совсем пропали из моносоставляющей. Давайте отключим спочку полностью. Ну и теперь давайте перейдем к басу. Здесь у меня, как всегда, Pro-Q, про которую я говорил тысячу раз. Компрессор, про который я тоже говорил. В качестве основного тона баса я взял опять же Stilton Hub. Который я в последнее время, наверное, вы могли заметить, активно осваиваю. И здесь есть реально очень хорошие вещи. Например, как бас. Бас этот из пака Will Putney. Заводится он Grinder. Давайте послушаем, как он звучал изначально. Из всех обработок. На мой взгляд, идеальный звучащий бас для такого жанра, как Hardcore. Давайте посмотрим, что у нас из обработок. Pro-Q. Вырезаем вот эту середину неприятную. Харш наверху. Продавливаем нижнюю середину. Чтоб бас не бубнил так сильно. И продавливаем доминирующую ноту. Здесь нам Pro-Q подсказывает, что это Sol-Dies. Как раз-таки песня написана Drop, Sol-Dies. И все риффы там в основном по нулям. Поэтому эта нота на басу у нас доминирует. И она выпрыгивает из микса. Мы ее таким образом утихомириваем. И компенсируем это, добавив широкой полосой район 90 Гц. Дальше у нас идет Tire Bass, чтобы добавить нашему басу больше мяса. Переходим к подгруппе басов. Здесь у нас Double Tap. Этот плагин я уже обозревал. Здесь у нас есть отдельная ручка компрессии низкочастотной составляющей. И общая компрессия. И также некая сатурация. Дальше у нас идет Pro-Q. Здесь я просто дополнительно прорезал 80 Гц. Потому что она также выпрыгивала из общей частотной характеристики. Далее на эмуляции Pull-Tek мы наваливаем низа на бас. На спектре мы добавляем Presence баса, который находится в районе 1-2 кГц. И добавляем еще 200 Гц. Дальше у нас идет финальная эквализация. Здесь мы что-то тихомерили низ, подрезали Harsh и подрезали область 70 Гц. Финальный компрессор работает в режиме Satchейна от Kika. Здесь у нас стоит самая быстрая возможная атака. Релиз в районе 14-15 мс. Ratio 4 к 1. Режим Punch. Давайте послушаем бас и гитары вместе. А теперь давайте уберем вот этот жуткий эквалайзер. Здесь опять же спорный вопрос. В принципе, без этого эквалайзера звучит довольно-таки неплохо. Здесь просто две разные цели, которые вы хотите достигнуть. Если вы хотите такого эффекта, что гитары звучат широко и бас массивный по центру, тогда можно применить такую технику. Если же вы хотите, чтобы это звучало все более монолитно и слитно, и вам не нужны прям очень широкие гитары, то, в принципе, и без этого эквалайзера все звучит довольно-таки хорошо. Давайте послушаем в контексте всего микса. Ну вот и в контексте микса я вам, честно, признаюсь, я не могу сказать, что что-то звучит лучше, что-то хуже. Просто реально здесь все зависит от того, чего вы хотите добиться. Ну и перейдем к ударным. Здесь у нас не так много обработок. Как вы можете заметить, кика от GGD Invasion нет, потому что я его абсолютно не использовал. Сразу закинул сэмплы. Триггери это сэмплы от Boogran Digital, Sumo Sub и Roundhouse Blend. Чуть-чуть подмешал его. Здесь у нас есть спектр, где я добавил атаки около 2 кГц. Дальше у нас есть Kick++. Здесь я добавил сэмпла такого панчового, который довольно тяжелый в области 80-150 Гц. Да, и сэмпл так называется Film Punch. Если я не ошибаюсь, это Drum Shot Sample из пака Джорджа Ливера. Так вот он звучит. И здесь я еще дополнительно усилил этот эффект, подняв 80 Гц и срезав вниз. Далее у нас есть еще KickRoom. Это Blend Kick End. Это One Shot Sample. И Sumo Sub. Это Room от нашего основного кика. Слушаем, как все это звучит вместе. Слышим, как этот панчовый сэмпл реально делает свою работу. Давайте перейдем к общей шине KickAll. На KickDry, KickAmbed, на KickSample ничего нет. Здесь я на SSL консоли чисто поднял вверх. На Pro-Q я подрезал Харш наверху. Скомпенсировав это все широким подъемом. Далее я срезал самый-самый низ. Чуть под утихомерил 50 Гц. Был немножко overkill. И добавил еще диапазон панча в районе 80 Гц. Давайте перейдем к снейру. Снейр из GHD Invasion. Здесь минимум обработки. Я чуть-чуть подрезал середину. Ну, вообще-то не чуть-чуть, а одна почти 5 дБ. Далее все та же техника, что я применял раньше. Клипуем с нейр с помощью тейп-машины. Это помогает нам сделать звук немного более теплым. И сделать транзенты не такими колючими. Потому что обычно именно сэмплированные библиотеки, особенно GHD Invasion, они страдают тем, что там все-таки очень сильная атака. И скомпрессировали в параллельном режиме. Далее у нас идет сэмплей, снейр плюс. Такой типа donk sample, one shot. По-моему, тоже из библиотеки Джорджа Ливера. Прямо здесь я добавил небольшой room, чтобы придать просто ширину сэмплу, объема. И здесь еще дополнительно я его расширил. Здесь он звучит прямо моно по центру. Здесь я его расширил. И снейрум. Смотрим снейрум. Снейрум это тоже сэмпла Джорджа Ливера. Мои любимые сэмплы комнаты с нейром. Здесь я срезал низ. Середину. И закомпрессил с помощью крамер пай. Послушаем, как все это звучит вместе. И перейдем к групповой обработке. Снейр драй. Здесь у меня эмуляция SSL консоля. Подняли вверх 8 кГц. Подняли атаку около 2. Слышим, что звук снейра был довольно темный. На трэнзифай мы добавили атаки в лоу-миде. Снейр амбиент. Просто дополнительно подрезали резонанс. Шина снейра. Здесь опять же трэнзиан дизайнер. Добавили атаки. И просатурировали все это дело. Отлично. Слушаем в контексте. На самом деле здесь очень много дает эта самая сатурация. Давайте послушаем. Почувствуйте, насколько все-таки объема добавляет сатурация. Перейдем к томам. Здесь все та же техника, что я и люблю применять обычно. Мы вешаем сатурн. Сатурируем в основном среднечастотный и верхнечастотный диапазон. Далее в сатурн мы вешаем эквалайзер и эквализируем в сатурн. И далее после сатурна мы уже финально доводим звук. Смотрим флор 2. Здесь абсолютно те же самые настройки сатурна. Тот же самый эквалайзер. Здесь очевидно было много середины. И тоже абсолютно тот же эквалайзер после. Добавляем низа, добавляем верха и чуть-чуть вот этот харш убираем. Немного излишней атаки. Давайте перейдем к общей швине томов. И на ней абсолютно нет ничего. Перейдем к тарелкам-эверхедам. На индивидуальных микрофонах тарелок ничего нет. На верхедах простой эквалайзер. Здесь я просто срезал низ. Посмотрим на румы. Здесь я использовал только один рум-микрофон. Это рум-фар. 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 Так он звучал изначально. Нужно добавить объема. Поэтому мы все это дело компрессируем с помощью фэт-компрессора 1.76 и тортуре. И здесь я просто по середине выбрал пресет Drum Squasher. Далее мы это дело еще сатурируем с помощью любимого Сатурна. Получаем объем и харш. Теперь разбираемся с харшем. Убираем весь верх, который нам в руме не нужен. Потому что у нас есть микрофон оверхедов для этих целей. Прибираем середину. И харш в верхней середине. Далее мы еще забыли про сней рум. Здесь настройки, которые у меня в темплейте стоят вообще по дефолту. Убираем много середины и неприятный верх. И так же, как и сэмплы сней рума, компрессируем с помощью кромер-пая. Микрофон Tom Room. Здесь мы просто подавливаем нижнюю середину. Отлично. Давайте смотреть на общую шину. Начнем с шины Symbols. Здесь у нас Virtual Mixed Rack. Добавляем на API 20 кГц на 4 дБ. Чуть-чуть подавливаем середину около 600 Гц. Далее немного компрессии в параллельном режиме, которая у нас досталась от копирования этого плагина с Shell. И сатурация. Мы видим, что мы сделали тарелки повеселее, поискристие. Далее применяем SUV чисто, чтобы обезопасить себя и срезать лишние резонансы и харж. Которых и так не сильно много. И на спектре мы добавляем еще искристости около 10 кГц. Переходим к Shell. На Shellах та же связка плагинов. API-ка не работает. Давайте послушаем FG Stress в параллельном режиме. И сатурация. Здесь все стандартно для меня. На общей шине Drums у меня просто трек Control, где я поднял уровень. Давайте еще раз смотрим посылы. Посылы у нас всего три. Это Drum Parallel. Здесь тот же 76 от Arturi. Довольно быстрая атака. Самый быстрый релиз. Жмем на полную. Не жалеем. Про MB здесь интересный момент. Он работает в режиме экспандера. То есть он не сжимает сигнал, а наоборот его, грубо говоря, разжимает. Причем вот этот бенд в нижней середине, он работает, так скажем, в обычном режиме экспанд. Просто он реагирует на этот же сигнал, который прослушивает в этом диапазоне. А этот бенд, мало того, что он работает в сайт-режиме, так и он еще прослушивает сигнал от того же участка, который прослушивает этот бенд. То есть, чтобы вам было понятнее, здесь в настройках в режиме Free мы можем задавать вот этим полосанком полосу, именно на которую будет реагировать данный бенд. То есть этот бенд начинает свою работу именно тогда, когда сигнал пересекает наш порог треш-холда именно вот в этом диапазоне, а не в диапазоне самого бенда. В этом вся разница. Ну и просто подмешиваем это к основным барабанам. Дальше у нас идет Snareverb. Это новый плагин от такого микс-инженера, как Sam Pura, PuraFight. Здесь он просто снял импульсы своей студии. Это все тот же Panda Rooms, только другая комната. Далее у нас есть Sub, немного пост-продакшна. Это в сельске 808-е кики. Никаких обработок. Sub-drop. Реопитчем я просто подогнал основную ноту этого Sub-dropа под песню. И здесь в конце у нас есть еще Snarebump. Здесь я тоже реопитчем немножко подогнал тон. Срезал вверх. И добавил еще Borgalo для объема. Сидите, что он звучал слишком высоко. Так я его немножко запичил. Ну вот и все. Мы дальше переходим к общим шинам. Где все неизменно пока что остается для моих миксов. На шине пост-продакшна у нас все так же True Iron. Тейп. Компрессор, который работает в режиме сайдчейна от KIKO. Мультибенд, компрессор. Чисто для того, чтобы не забивать пространство в миксе под KIKO и BAS. Virtual Channel просто для окраса. Далее в режиме Band опять же True Iron. FG Grey, который вы все уже тысячу раз видели. Ну, видите, что наш Snare вывалился полностью из микса. Опять же, тейп-эмуляция. И опять же, Virtual Channel для окраса. Переходим к шине True Bass. Здесь у меня стоит триммер, где я просто срезал немножко уровень сигнала. Safety Compressor, который обычно ничего не делает. PoolTec, который стоит на случай, если мне нужно поднять низ вверх. Ну и плюс он сам по себе вносит какую-то окраску. То же самое с Sheps. На этот раз я здесь ничего вообще абсолютно не трогал. И финальный Virtual Mix Bass. Опять же, для окраса. Давайте попробуем вырубить всю эту шину и посмотреть, как изменится звук. Давайте даже не так. Давайте я этот Virtual Mixed Rack перенесу вот сюда. Конец бенда, а не вначале тубас. Ну, в целом бы я описал все, что делают эти плагины. Это небольшая разница, но все-таки она есть. В миксе добавляется середина. Нижняя середина — это именно то, что обычно делает с нашим сигналом всяческое аналоговое оборудование. Далее переходим к лимитерам и клипперам. Здесь все так же у меня связка, которую я полюбил и пользуюсь давным-давно. Это сначала Flatline, клипер. Клипуем сигнал. Здесь у нас Shape на 96%. Дальше у нас идет Pro-L, который жмет еще 2 дБ. Эти настройки я никогда не меняю. И финальный Ozon Vintage Limiter. Финальные 2 дБ жмем. Разбор нашего микса подошел к концу. Я надеюсь, вам было интересно. В основном, конечно, интересно было с гитарами. Ну и, как вы видите, не всегда миксы должны иметь какую-то тонну обработки, чтобы звучать хорошо. Потому что иногда какие-то простые миксы с простым количеством обработки звучат довольно органично и круто. Ну вот и все. Такой вот микс получился. Надеюсь, вам было интересно. Опять напомню, что если вам нужен проект этого микса, вам нужно перейти на мой Boosty. На этом все. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...